Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Ускользающее правосудие. Окажется ли на свободе один из главных подозреваемых в вооружении тетушек на Майдане? Надежда есть. Какие механизмы возможны для возвращения Савченко в Украину? Ограбление по-прикарпатски. Кто и зачем взорвал бомбу в местной поликлинике? Куба далеко, Куба рядом. Шоу Роллинг Стоунс впервые на Острове Свободы. Дело Майдана. Сегодня спустя два года единственный задержанный подозреваемый в снабжении тетушек оружия может выйти на свободу. Почему это стало возможным и кто понесет за это ответственность? Подробнее Анна Каменева. Кровавый февраль 2014. Борьба за свободу обернулась расстрелом мирных граждан. Сергей Бурый на Майдан приехал из Черновцов. Работал волонтером скорой помощи. Те трагические дни помнят до мельчайших подробностей. Вы знаете, то, что мне врезалось в память, это очи отца, который похоронил своего сына, с которым он был на Майдане. Это не забывается. Тот расстрел, который произошел, это не автоматы Калашникова, это снайперские винтовки. Потому что мы все прекрасно помним о поранении. За три февральских дня с 18 по 20 погибли 73 человека. После всего этого на свободу из СИЗО может выйти единственный задержанный, которого подозревают в раздаче оружия тетушкам. Ростислав Заворотный. Этой ночью заканчивается избранная ему мера пресечения. А суд к рассмотрению дела за три месяца так и не приступил. Они затягивают право Заворотного, Ростислава, потому что это их человек. То есть есть определенные договоренности, о которых мы не знаем. Заворотный – один из подозреваемых в деле о раздаче оружия со складов МВД тетушкам. По данным следствия, ночью 20 февраля он выдал молодчикам более 400 автоматов и 90 тысяч патронов, чтобы те применили это против митингующих. Но преступного приказа расстреливать людей больше не последовало. В ГПУ говорят, этот факт не снимает ответственность из Заворотнего. И у них достаточно доказательств. Но сейчас мяч на поле суда. Адвокат Небесной Сотни Павел Дикань называет эту ситуацию своеобразной схемой. Если раньше подозреваемых суд просто отпускал под домашний арест, как, например, главных фигурантов в деле о расстреле майдановцев Садовника и Рагимова, а потом они бесследно пропадали, то сейчас, видимо, действует по-другому, как в этом деле. Сначала Святошинский райсуд получает обвинительный акт по Заворотному, избирает ему меру пресечения, но при этом просит апелляционный изучить вопрос о подсудности дела. Там производство зависает на месяц. Позже дело передают в Печерский суд. Хотя по закону этого делать нельзя, ведь судьи участвовали в следственных действиях. Оттуда снова возвращают в апелляционный суд, который в последний рабочий день недели отправляет его в Святошинский. Круг замкнулся. Судья уже на выходных и за дело взяться то ли не может, то ли не хочет. Но понесут ли? В ГПУ заявляют, готовят представление в высшую квалификационную комиссию судей о привлечении к ответственности тех служителей Фемиды, которые затягивали дело Заворотного. Анна Каменева, Ольга Паломарюк, Ирина Романова, Сергей Костюк. Подробности телеканал Интер. Незаконно осужденной в России Надежде Савченко вручили текст приговора на украинском языке. Так что отчет пошел. Если ее защита не подаст апелляцию, а сама Надежда, напомню, от нее отказалась, приговор вступит в силу 3 апреля. В украинском МИДе сегодня предположили, что Надежда может вернуться домой к началу лета. Посол по особым поручениям Дмитрий Кулеба считает, ее могут обменять на российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Но конкретнее можно будет говорить лишь после вступления приговора в силу. В то, что Савченко в ближайшее время передадут Украине, верит и главный переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан. Слишком многие силы надеются на это. Будет ли это окончательное решение на ГРУ? На военнослужащих, либо на другие какие-то уступки, зависит от тех факторов, которые возникнут в последний момент. На сегодняшний день самое реальное предложение – это возврат Надежды Савченко домой для отбывания наказания для юрисдикции России. И такой же возврат ГРУшников. Бывший глава госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владислав Каськив объявлен в розыск, а его имущество арестовано. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр внутренних дел. Каськива, уточнил Аваков, подозревают в хищении государственных средств 7,5 миллионов гривен в 2012-2013 годах. Экс-глава госагентства якобы заключил договор об оказании рекламных услуг с компанией «Глория». Но услуги эти, как утверждает глава МВД, оказались фиктивными. Министр пишет, что Каськив уже давно скрывается за рубежом, а тем временем с его участием расследуют еще несколько эпизодов о хищении бюджетных денег. Сам же Каськив в блоге на «Украинской правде» назвал сообщение Авакова, цитирую, «обострением, которое традиционно возникает накадуне громких отставок и кадровых решений». Он уверяет, что из бюджета не взял ни копейки. Более того, будучи руководителем госагентства, привлек в госказну 2 миллиарда долларов инвестиций. Также он утверждает, что еще год назад, когда шло досудебное расследование, сообщил и министру внутренних дел Авакову, и ГПУ, где находится он в Вене, указал, где работает и где живет. Более того, заявил, что готов сотрудничать со следствием. Также Каськив пишет, что за все это время повестки на допрос ни разу не получал. Экс-глава госагентства также задается вопросами, кому и что могут дать сегодня эти политические интриги, и почему такого рода оружие используют каждый раз перед громкими отставками и важным голосованием в парламенте. Я напомню, что уже на следующей неделе нардепы не исключают голосование за нового премьера и новый Кабмин. Вместо Яценюка правительство может возглавить нынешний спикер парламента Владимир Гройсман. Вчера он уже презентовал свою программу. В понедельник его кандидатуру нардепы планируют обсудить на заседании фракции. Если большинство одобрит, ее вынесут на голосование, что, вероятнее всего, произойдет во вторник. Украина возглавила мировой рейтинг по уровню инфляции в 2015 году. Такие данные опубликованы на сайте ЦРУ. За год инфляция в нашей стране выросла почти в полтора раза и составила 49%. Несколько лучшие показатели по подсчетам американских аналитиков в Южном Судане и даже в Сирии, которая из-за военных действий погрязла в экономическом хаосе. У нее уровень почти на 15% ниже, чем у Украины. Дальше следует Йемен с 30%. А вот где самый низкий уровень инфляции по данным ЦРУ, так это в Греции, Швейцарии, Литве и Польше. Прикарпатские минеры. Взрыв в районной поликлинике в Ивано-Франковской области. Самодельная бомба сработала в фойе около 3-х часов ночи. Зачем на самом деле охотились грабители, выясняли наши корреспонденты. Василий живет возле районной поликлиники. Слышал, как ночь рванула. Глухий звук, выбор. Я понял, что что-то не то. Не пекарда. И блеск. Выбор был, как садись. Шепки, пятый пол, а забежали. Взрыв произошел в фойе поликлиники. Несколько лет назад здесь установили два банкомата, а территорию вокруг застеклили. Подорвали самодельную бомбу, предполагают эксперты. И, скорее всего, налетчики пытались ограбить банкоматы. Этот банкомат открыть неможливо. У него великий защит. С улицы подорвать никак неможливо. Вот только грабители об этом вряд ли знали. И ушли ни с чем. Никто не пострадал, но жителей окрестных домов звук взрыва изрядно напугал. Поликлиника осталась без стекол в окнах. Я думаю, что серьезно не поплывало на работу нашей районной лекарни. Единственное, что сейфы не мотували, какие просто маленькие незрешности, что люди меняли деньги, купили себе медикаменты. Подорвников уже ищут. Правоохранители надеются, что их засняли камеры видеонаблюдения, установленные возле банкоматов. Записи уже изучают. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Уволить Давида Сакверлидзе за бездеятельность и популизм. Такое обращение генпрокурору Виктору Шокину подписали восемь нардепов, избранных от Одесской области. В своем обращении, оно размещено на сайте ГПУ, они указали, Сакверлидзе ничего не сделал для укрепления законности и правопорядка на должности главы областной прокуратуры. Напомню, накануне с подобным призывом к Шокину обратились руководители территориальных прокуратур. По их мнению, Сакверлидзе нарушил закон, когда созвал пикет возле ГПУ. Поскольку порядок запрещает сотрудникам надзорного ведомства такие действия. Я также напомню, что в начале этой недели Сакверлидзе заявил, что генпрокурор уволил следователей, которые ввели нерезонансные дела, в том числе и дела бриллиантовых прокуроров. В ГПУ это опровергли. Зона АТО. С самого утра боевики начали массированные обстрелы от Горловки до Донецка. Огнем накрыло село Зайцево, Авдеевскую промзону и Марьинку. Все подробности с передовой у Ирины Баглай. Эта ночь едва ли не первая в промзоне Авдеевки была тихой. Армейцы предполагают, после трех суток неудачных попыток прорвать оборону военных, российские наемники восполняют потери, подвозят боеприпасы. Говорить о системности обстрелов достаточно сложно, но чаще всего противник продолжает бить по позициям армейцев с наступлением сумерек. В основном используют минометы-васильки. Вот такие свежие хвостовики в асфальте промзоны мы увидели утром. Свеженькая вообще. Свеженькая, свеженькая. Сегодняшняя, наверное. С добрым утром, пацаны. Уже в 6 часов утра боевики возобновили обстрел. Двое военнослужащих получили легкие осколочные ранения. Медики на месте оказали помощь, и ребята вернулись на свои позиции. В промзоне держать оборону достаточно сложно. В соседних домах на дачных участках уже могут быть боевики. Они пробираются через заросли кустов. Иногда и тепловизор не помогает. Под прикрытием артиллерии корректировщики боевиков пытаются зайти в тыл. Постовые вынуждены постоянно прислуживаться. Кошмарят постоянно. В основном в нагло, то есть лизут дуже редко, то что трохи боятся. Стрелкотня в основном воги. Можут гранаты мёд кинуть. Утром боевики ударили из запрещенной 120-мм орудий по селу Зайцево, причём били именно по жилым домам. Один житель ранен, троих военным удалось спасти из-под завалов дома, в который попала мина. И по предварительным данным, неприятель сегодня стрелял из пушек Д-30 в сторону Марьинки. Среди военных есть раненые. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Николай Терещенко из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. 180 бойцов нацгвардии погибли на Донбассе за время проведения АТО. Двое из них посмертно удостоены звания Героя Украины. Об этом заявил президент Пётр Порошенко. Сегодня по случаю годовщины создания национальной гвардии он поздравил бойцов этого военного формирования и вручил награды. Также глава государства проверил боевое мастерство военнослужащих и обеспечение их учебного центра, которые находятся в Новых Петровцах под Киевом. Ваш героизм и вашу мудрость оценили належным чином не лише украинский народ, не лише друзей наших, но и врагов. И не даремно, самая национальная гвардия лякает наших врагов ворожа пропаганда. Мы помним и уважаем память каждого 180 бойцов национальной гвардии, которые отдали свое житие за нашу соборность, за нашу суверенитет, за нашу независимость, за нашу территориальную целесность. И сегодня же в Киеве президент встретился со своим болгарским коллегой, Россаном Плевнелиевым. Обсудили ситуацию на Донбассе и вопрос освобождения украинской летчицы Надежды Савченко. Об этом сообщают в пресс-службе главы государства. Плевнелиев отметил, что Болгария не признает аннекцию Крыма и настаивает на обязательном освобождении Савченко и других украинцев из российских тюрем. Семейно-чиновничий капкан. Четыре года жители Закарпатского села не могут приватизировать свои земельные участки. По их словам, успешно оформить документы можно только в правильной фирме у правильных людей. Речь идет о конторе супруги начальника районного земельного управления. О семейном подряде местных чиновников подробнее наши корреспонденты. Участок в селе Сакирница Михаил получил еще в 2012 году. Сельсовет дал добро на строительство здесь целого микрорайона на 400 дворов, 8 улиц и новой школы. Жители обязались сами провести электричество и уже проложили дороги. Потратили 150 тысяч гривен. Но вот приватизировать свои участки никак не могут. Узкое земельное управление не разрешает. Якобы земли миллиаративные. Но Михаил говорит, причина в другом. Мы не вернулись, как нам сказали, не в ту фирму, что нужно было. Мы вернулись в мою землю, а нужно было в землю Карпат. В фирме, где люди оформляли документы на участке, объясняют, в чем дело. В районе больше 10 лет землей распоряжается одна семья. В 2000-х узкое райуправление земельных ресурсов возглавлял Владимир Токарь. Потом пошел на повышение и стал управлять уже областным управлением Госгеокадастра. А в районные пришел руководить его зять Юрий Липей, который до этого организовал частную фирму по оформлению земельной документации, получив должность управления компанией передолжение. На государственных посадках и развивают свой бизнес. Все фирмы, которые другие стараются придушить. Правда ли, что семейные узы влияют на карьеру и бизнес? Пытаемся узнать у самого Юрия Липея. Подчиненные, говорят, шеф на больничном. А о его личной жизни не распространяются. Или знаете, что его дружина имеет фирму? Не знаю. За мной порядка. А то, что его безпосредственным руководителем в области был его тест? Не знаю. Идем в офис фирмы, где работает Жанеля Липея. Именно сюда, жителям Сокирницы, настоятельно рекомендует обращаться по вопросам с приватизацией. Хозяйки на месте нет. Не удалось пообщаться и с главой бизнес-семейства. В облуправлении Госгеокадастра сообщили, он больше не работает. То, что при Владимире Токаре его зять был начальником райуправления земельных ресурсов, здесь комментируют так. Тем временем жители Сокирницы надеются, после шумихи, поднятой в прессе, на их проблему обратят внимание и разрешат, наконец, приватизировать участки. Марина Ковадью, Риковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Он находится в Кривом Роге. Гена, какое настроение у жителей города? Наталья, завтра в Кривом Роге день больших выборов. По распоряжению Горосбиркома сотрудники участковой комиссии должны прибыть к работе к 7.15 утра, для того, чтобы в 8 утра участки были уже открыты. Голосование продолжится до 20.00. Со мной рядом стоит глава Горосбиркома города Кривой Рог, Павел Гивель. И вот есть вопросы. Павел, все ли готово для голосования? И какие интересные детали? Можете сообщить. Кривой Рог на 100% готов к голосованию. На сегодня все избирательные комиссии получили избирательные бюллетени. Значит, они имеют небывалую для местных выборов степень защиты. Это начиная от монетной краски и включая водяные знаки. Кроме этого, могу констатировать очень большой интерес со стороны наблюдателей. Рекордное количество на местных выборах. У нас зарегистрировано 2106 избирателей от 15 субъектов избирательного процесса местных. Кроме этого, уже появлялись у нас, и мы знаем, что точно будут участвовать, как представители Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и даже ближнего зарубежья Казахстан, Узбекистан. Спасибо, Павел. И также с нами вместе Валентина Берлин. Это заместитель городского головы. Валентина, все ли прошло спокойно? Нет ли каких-либо эксцессов в городе? Насколько город готов к выборам завтрашним? Ситуация в городе стабильная и спокойная. 2000 работников полиции обеспечивает порядок. Думаем, что ничто не помешает нашим горожанам прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Очень надеемся, что в понедельник будем иметь законно избранного легитимного мэра, что все успокоятся и город заживет своей стабильной жизнью. Спасибо, Валентина. Ну и остается добавить то, что городсберком просит граждан завтра не забыть два документа. Это приглашение на выборы и паспорт, документ, удостоверяющий личность. На этом пока все, Наталья. Спасибо, Гена. Геннадий Вивденко был с нами на связи из Кривого Рога. Бельгийская пресса назвала четвертого соучастника взрывов в Брюсселе. Им оказался журналист-фрилансер Фейсал Шефу. Якобы это его запечатлели камеры видеонаблюдения аэропорта вместе с двумя смертниками Ибрагимом Эльбак Роуи и Наджимом Лаш Роуи. Прокуратура эти сообщения прессы не комментирует, но уведомляет и подтверждает задержание Шефу. Ему уже предъявили обвинение в участии в террористической группе и убийстве при совершении теракта. Он был среди 12 человек, арестованных в четверг и пятницу в ходе рейдов в Бельгии, Франции и Германии. Все последние сообщения из Брюсселя нам расскажет Светлана Чернецкая. Следователи, детективы и судмедэксперты сворачивают работу в брюссельском аэропорту Завентом. На месте взрывов свое дело они сделали. Теперь будут исследовать собранные улики. Впервые со дня теракта в здании аэропорта допустили инженеров и команды техобслуживания. Их задача оценить масштаб повреждений. Но уже понятно, раньше вторника устранить последствия трагедии не удастся. До этого времени аэропорт будет закрыт. В этом здании во вторник погибло 11 человек. Десятки получили ранения. Пол в зоне регистрации был залит кровью. Здесь прозвучало два взрыва. Еще 20 человек погибли через час в брюссельском метро. Количество раненых почти три сотни. У многих ожоги от 10 до 40 процентов поверхности тела. Но есть и другие ранения, как у военных. Я видел такие в 2011 в Афганистане. Они увечат сильнее. Личности троих смертников установлены. В метро подорвал себя Халид Эль-Бакрауи. Его брат Ибрагим вместе с Наджимом Лашрауи действовали в аэропорту. Федеральный прокурор Бельгии заявил, что Лашрауи связан с террористическими атаками в Париже в ноябре 2015-го. Следы его ДНК были обнаружены на поясе смертника и деталях одежды, найденных в концертном зале Батаклан, где погибли 90 человек. А также на деталях бомбы, приведенной в действие на стадионе Стад де Франц. До сегодня не могли установить личность еще одного подозреваемого во взрывах в аэропорту. Человек в светлой куртке и шляпе. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция предполагает, ему что-то помешало совершить самоподрыв. По данным бельгийской прессы, это Фейсал Шефу. Его задержали накануне и уже предъявили обвинение в убийстве при совершении теракта. Шефу считают лидером и вербовщиком боевиков. Атака ИГИЛ на Европу не останется безнаказанной, заверил американский президент. Когда дело касается наших друзей, мы всегда их поддерживаем, особенно в борьбе с таким злом. Мы продолжаем искоренять и побеждать ИГИЛ. Благодаря нашим беспощадным действиям удалось отвоевать приблизительно 40% территории в Ираке, принадлежащей ИГИЛ. США отправили в помощь Брюсселю команду американских агентов ФБР. И о возвращении к спокойной жизни в Бельгии пока еще рано говорить. Даже на малейшие угрозы полиция реагирует крайне оперативно. Сегодня дважды эвакуировали отдельные районы столицы. В обоих случаях из-за подозрительного свертка. Обе тревоги оказались ложными. Сюда прибыла целая группа полицейских и солдат. Все перекрыли как для уничтожения бомбы. Этот подозрительный сверток в результате они взорвали. Вооруженные военные патрулируют почти все улицы Брюсселя. Восстанавливается работа общественного транспорта. Открыты почти все станции подземки. Автобусы ходят в обычном режиме. А мемориал в памяти погибших в центре столицы все разрастается. Люди продолжают приносить свечи и цветы. Страна переживает самый страшный теракт в своей истории. В Европе сейчас праздники. На пасхальный бикенд все идут к родным или просто выбираются на отдых. Но ввиду последних событий путешествовать не так-то просто. О проблемах с передвижением подробнее Оксана Кундеренко. Наш корреспондент в Лондоне. Страстная пятница и суббота. То время, когда большие шумные европейские города фактически вымирают. Четыре выходных подряд отличный повод выбраться из дому. Едут на машинах, автобусах, поездах и самолетах. Рекордные 6 миллионов людей отправились путешествовать в пасхальный уикенд только из Великобритании. Власти королевства заранее предупреждали об усиленных проверках на вокзалах, автобанах и в аэропортах. То есть об ощутимых задержках. Конечно, путешествовать неудобно. Может случиться что-то плохое. Но что тут поделать? Я все равно еду. В итоге очереди на паспортных контролях и пробки на автомагистралях. Особенно в направлении теплых стран Испании, Греции. Тем, кто хочет приехать в Европу из стран не членов Шенгена, придется проходить дополнительные проверки. Усилить защиту внешних границ еврозоны призвала Германия на заседание министра внутренних дел ЕС. Европарламент должен ратифицировать соглашение об обмене данными пассажиров между всеми странами Евросоюза и уже на следующей пленарной сессии. Слишком много дырок существует на рубежах Шенгена. Также планируют создать общую базу данных для преступников и подозрительных личностей, чтобы их можно было легче отслеживать на границах. Мы называем это Шенгенской системой информации. И очень важно, чтобы все страны сотрудничали, пока убедить получилось не всех. Есть такие, кому пока не до переездов. Это туристы, которые застряли в Брюсселе. Я был в аэропорту Брюсселя, когда все случилось. Застрял на несколько часов. Сейчас вот разбираюсь с сумками всей моей семьи. После терактов и эвакуации из Авентема пассажиры попросту бросили багаж. И только сейчас, после тщательных проверок, чемоданы начали выдавать. Первые 6 тысяч человек выстроились в очереди за своими вещами. Пока что выдаем чемоданы всего нескольких рейсов. И только те, которые были на борту самолетов, а не в здании аэровокзала. Другие европейские аэропорты и вокзалы работают в штатном режиме, хотя и при повышенных мерах безопасности. Выходные продлятся в Европе до вторника. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Германия должна быть готова к возможным терактам. Об этом предупредил министр юстиции страны Хайк Маас. По его словам, не стоит ждать, что мировой терроризм обойдет Германию стороной. А абсолютную безопасность в демократическом государстве гарантировать нельзя. При этом Маас призвал немцев не поддаваться панике. По его словам, власти делают все возможное, чтобы не допустить теракты. На вокзалах и в аэропортах повышен уровень присутствия служб безопасности. Количество жертв теракта в Ираке увеличилось до 41 человека. Еще 105 человек ранены. Накануне вечером террорист-смертник подорвал себя в толпе болельщиков на футбольном стадионе в окрестностях Багдада. Это произошло во время церемонии награждения победителей матча. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ. В провинции Бабиль это вторая трагедия. За этот месяц в начале марта начиненный взрывчаткой бензовоз со смертником за рулем врезался в иракский КПП. Тогда погибло 60 человек. Борьбу с ИГИЛ президент США Барак Обама обсудит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча запланирована в Белом доме на 4 апреля. Обама намерен выразить солидарность Вашингтона со странами НАТО в связи с терактами в Брюсселе. Среди других вопросов миграционный кризис, июльский саммит Альянса в Варшаве и укрепление роли военно-политического союза в Восточной Европе. На что люди готовы ради бесплатного футбола и как за 90 секунд спуститься без лифта с 26 этажа? Об этом и не только в нашем обзоре. Вдвое больше зрителей вместил 16-тысячный стадион в Нигерии. На отборочный матч Кубка Африканских наций по футболу пришли 40 тысяч человек. Болельщики могли пройти бесплатно, поэтому смотрели игру даже с мачтой освещения. Встреча между сборными Нигерии и Египта закончилась ничьей. В Великобритании вышел последний печатный выпуск газеты «Индепендент». Отныне издание будет существовать только в электронной версии. За 30 лет газета приобрела популярность, но в начале 90-х ее тираж стал падать. Шесть лет назад «Индепендент» за один фунт стерлингов приобрел российский бизнесмен Александр Лебедев. Сейчас ее интернет-аудитория около трех миллионов читателей, тогда как бумажная версия, по мнению владельцев, убыточна. Напал на газонокосилку и лишился ноги. Опасный эксперимент устроил американец из штата Джорджия, решил обстрелять газонокосилку из оружия. Садовую машину мужчина вывез в лес и обложил взрывчаткой, после чего несколько раз в нее выстрелил. Расстояние, на которое отошел экспериментатор, оказалось небезопасным. В результате мощного взрыва исследователь лишился конечности. Одеть проституток решили власти итальянского городка Салерно. За слишком откровенные наряды и флирт им придется платить 500 евро штрафа. По мнению властей, работницы секс-индустрии заполонили центральные площади, а иногда даже предоставляют там свои услуги. Отпугнуть женщин легкого поведения в Италии пробовали и ранее. В некоторых городах запретили мини-юбки, а в Риме создали специальные зоны толерантности, где на таких девушек не обращает внимания полиция. За 90 секунд с 26 этажа можно спуститься по эвакуационному желобу. Его спроектировал пенсионер из Китая после того, как заметил, что пожилым людям трудно спускаться по аварийной лестнице. 70-летнему Джоу Миаронгу понадобилось два года, чтобы соорудить устройство. Оно прикрепляется к стене и открывается автоматически во время пожара. В ходе испытаний желоб вместил почти 100 человек. Панды тоже любят ванны. Работники Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне устроили купание своей гигантской панде. Подготовили миску с водой и специальным нетоксичным мылом. Видео того, как Тянь-Тянь искренне наслаждается, вымывая уши, спину и даже хвост, тотчас же стало хитом в интернете. Около полумиллиона фанатов легендарных Роллинг Стоун собрались на стадионе в Гаване. На Кубу британские рокеры приехали впервые, включили «Остров свободы» в свое гастрольное турне «Внепланово» и отработали концерт бесплатно. Для кубинцев это событие стало историческим. Музыкантов такого масштаба в их стране не было со времен революции. Это более чем полвека. Да и рок Фидель Кастро в начале 60-х слушать запретил, назвав его тлетворным и подрывным. Но музыку кубинцы все же слушали тайно, передавая пластинки из рук в руки, за что их преследовали местные власти. И во время концерта Роллингов им подпевал весь стадион. Это было что-то уникальное, историческое. Они боги. Так волнующе увидеть их. Они прошли такой путь сюда, к нам. Это был грандиозный концерт, а не лучше, чем я ожидала. Все просто замечательно. Кубинский народ говорит спасибо. Побольше бы таких концертов. Роллинг Стоунс показали, что спустя столько лет они все так же хороши, как в первый день. Наш эфир подходит к концу. Завтра в 20.00 не пропустите итоговый выпуск. Подробности недели. И вот о чем расскажут мои коллеги. Не пропустите. В это воскресенье в 8 вечера в подробностях недели доллар уходит в тень. Атаки на гривну. Минялы раскачивают курс. Черное дно украинского рынка валют. Кто на нем наживается? Как остановить валютные спекуляции? Смена премьера. Ждать ли резких движений? Гройсман формально еще на должности спикера, но уже подбирает тех, кто сядет в министерские кресла. Кто из камикадзе Яценюка пойдет с вещами на выход? Я никогда не погоджусь, будь и премьер-министром уряда лузерев. И заживем ли теперь по-новому? Брюссельские теракты. Насколько опасно сейчас летать? У них по всей Европе автоматчики на каждом углу. Но это не поможет. Европа закручивает гайки. Станет ли здесь, как в Израиле? Почему ни в одной европейской стране нет такого же безопасного аэропорта, как в Израиле? И чем теперь пожертвуют ради безопасности? Смена караула. Нынешняя волна дембеля будет самой масштабной за все два года боев на Донбассе. Команда сдать все. Машину отдам, шеврон оставлю. Кого накроет новая волна мобилизации? Главные темы в подробностях недели ровно в 8 вечера в это воскресенье. Ну и чтобы вы успели все, что запланировали на завтра, в том числе и посмотреть подробности недели, я напомню, что этой ночью Украина переходит на летнее время. Не забудьте перевести стрелки часов на час вперед. Хороших вам новостей. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова